Ежегодно весенние каникулы в Музее истории молодежного движения проходит конкурс в рамках Всероссийской недели «Музей и дети». Сегодняшний конкурс посвящен 70-летию Победы. Участвовать в конкурсе приехали школьные музеи боевой славы из 19 городов и районов Рязанской области. Всего около 100 детей. В основе собираем данные у нас очень много людей, которые сами нам рассказывают, тем более учителей. У них отцы и деды воевали. И очень много у нас было раньше, жили у нас именно ветераны войны. Сейчас все уехали или уже погибли. Ну и в принципе мы просто ходили к ним, узнавали, они нам все рассказывали. И вот так вот собирали данные. Ну, самого прадедушка воевал. Я, конечно, о нем не очень много знаю, но советские военные внесли большой вклад в победу. И, по-моему, это очень достойно рассказывать про них, говорить про своих односельчан, рассказывать другим людям, которые о них не знают, чтобы память о них распространялась. Программа конкурса предусматривает проведение трех творческих номинаций. Виртуальная экскурсия по музею, судьба человека, творческий конкурс «Экспромт», основанный на знании истории Великой Отечественной войны. То есть вот то, что подготовили дома, домашнее задание, очень хорошо. «Экспромт», хотя потому что как бы о войне в школе говорят с сентября, год юбилейный, а может быть даже еще с мая прошлого года, да? Ну вот, собственно говоря, знание плоховато. Я не думаю, что это вина педагогов. Я не думаю, что это вина, в общем-то, детей. Ну, наверное, знаете, вот, кажется, иногда, понимаете, мы от информации просто абстрагируемся. Вот, похоже, что это. Это, кажется, жутко. Страшно, в эту забывать нельзя. В составе жюри работают профессиональные музейные работники. Именно они выявят лучших юных музееведов. Но еще одна очень интересная номинация – «Судьба человека», который как раз и показал, вот, насколько проникновенно дети, активисты этих самых школьных музеев обращаются к отдельной биографии. Или биографии односельчанина, или биографии человека, который так или иначе связан с этим школьным музеем. Но особенно пронзительны были выступления тех детей, которые рассказывали о своих прадедушках, прабабушках.